Уважаемые члены Оргкомитета конкурса, меня зовут Александр Владимирович Семенов. Я родился 25 сентября 1994 года в селе Озерки Петровского района Саратовской области. В 2016 году закончил с красным дипломом философский факультет Саратовского государственного университета имени Николая Гавриловича Чернышевского. В 2018 году получил диплом магистра. С 2017 года работаю ученым-секретарем в музее-усадьбе Николая Гавриловича Чернышевского. С началом работы в музее я активно начал заниматься изучением деятельности Дома-музея Николая Гавриловича Чернышевского в годы Великой Отечественной войны. Меня прежде всего интересовал аспект музейного строительства, которое, несмотря на тяжелое прифронтовое бремя, не останавливалось. Наоборот, стоит отметить, что за четыре года войны музей из обычного провинциального учреждения преобразовался в культурно-просветительский центр, работа которого отмечена уникальным достижением. Он был единственным музеем Саратова, в котором с первых и до последних дней войны работала постоянная экспозиция для посетителей. Также сотрудники активнейшим образом вели просветительскую работу в госпиталях, на заводах, приводя пример мужества и стойкости духа Николая Гавриловича Чернышевского, одного из самых благородных сынов Отечества. В год 75-летия Победы наш музей создал масштабную выставку, знакомящуюся фактами не только из истории музея, но и с деятельностью Саратского государственного университета, Театра юного зрителя и даже цирка. Выставка так и называется «Прекрасные май Победы. Культурная жизнь Саратова 1941 по 1945 годы». Каким образом шла презентация выставочного материала? В связи с возникшими трудностями, которые ограничили посещение выставки, мной было решено запустить проект видеоэкскурсии, рассказывающих о деятельности культурных учреждений Саратова в годы войны. Культурная жизнь при фронтового города – целый исторический пласт, который не адаптирован для учащихся школ. Несмотря на наличие открытых источников, школьники не проявляли интерес к этому материалу. Однако, благодаря визуализации материалов выставки, тема стала понятна и доступна. В мае трансляции экскурсии шли в сообществах музеев в социальных сетях. С наступлением нового учебного года видеоэкскурсии стали доступны школьникам в качестве онлайн-занятий. Всего было проведено пять таких занятий, в том числе 1 сентября на Всероссийском классном часе, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Моя деятельность не ограничилась подготовкой и выпуском видеоэкскурсии. Одной из важных сфер популяризаторской деятельности стало проведение творческих конкурсов. «Я память о войне храню». Конкурс на видео необходимо было рассказать о семейных реликвиях, оставшихся от участников событий. Проект «Литературное видеофлэшмоб. Читаем книги Победы». Представлял собой художественное чтение произведений о войне. Было выпущено 4 серии общим хронометражом 5,5 часов. Последний проект, в котором было предложено участвовать, это художественный конкурс «Мои земляки. Вчера и сегодня». Все проекты, организованные нами в год 75-летия, завершены. Участникам и победителям были вручены грамоты и памятные призы. Остается надеяться, что проведением видеоэкскурсий, организации конкурсов, мы способствуем мотивации молодого поколения узнавать, исследовать, демонстрировать свои знания. Только путем свободного приобщения молодежи к историко-культурному наследию можно достичь высокого уровня рефлексии, сопричастности к истории Отечества. Продолжение следует...